вы знаете, что может быть допущено больше ошибок, чем обычно. Мы узнаем, насколько хороши были в этом украинцы. Я скажу, что украинцы были очень небрежны, потому что факт в том, что опять же, если я собираюсь, если часть моего плана побега состоит в том, чтобы нападавшие, пока они едут в машине, совершали телефонные звонки через тщательно охраняемую границу в приемную комиссию. Чтобы открыть границу, как минимум я собираюсь использовать одноразовые телефоны, а это означает, что какой бы телефон ни общался с вами. У вас должен быть ряд одноразовых телефонов для телефонов первой фазы. В конце первой фазы все эти телефоны уничтожаются, вы переключаетесь на новые телефоны и запускаете другие протоколы. На втором этапе вы избавляетесь от этих телефонов, переключаетесь на третий этап, новые протоколы. И на каждом этапе операции используются новые телефоны. Почему? Потому что это затрудняет задачу. Но если вы используете один и тот же телефон на протяжении всей операции, а затем один из ваших телефонов оказывается взломанным, вся ваша сеть взламывается. И именно это и произошло здесь. Это лениво. Это показывает недостаток внимания к деталям со стороны планировщиков. И если они допустили такую ошибку там, я гарантирую вам, что они допустили ошибки и в других частях операции, особенно когда дело доходит до денег. Потому что, как я уже сказал, деньги это очень сложная вещь для сокрытия. Денежный след это всегда тот самый фатальный недостаток в операции. И я думаю, что русские прямо сейчас очень усердно работают над тем, чтобы отследить деньги, выяснить, кто их финансировал, откуда эти деньги пришли. И есть причина, по которой я думаю, что русские так уверены в том, что за этим стоит Украина. Потому что я думаю, что они знают. И теперь то, что они пытаются сделать, это просто подкрепить уверенность в знаниях достаточным количеством достоверной фактической информации, которая может быть обнародована. Помните, русские это не Соединенные Штаты. Они не испытывают врожденной потребности жертвов секретными операциями и секретными методологиями, чтобы удовлетворить любопытство общественности. Они предоставят необходимую информацию, основанную на фактах, но они не собираются делать это таким образом, чтобы это поставило под угрозу то, как они работают. Итак, вы знаете, прямо сейчас русские заняты поиском денег. Если бы это были Соединенные Штаты, кто-нибудь где-нибудь позвонил бы репортеру, слил бы информацию. А затем все чувствительные технологии, методологии и личности каким-то образом попали бы в газеты. Потому что каждый хочет получить свои 15 минут славы. В России им наплевать на свои 15 минут славы. Они заботятся только о результатах. Так что мы получим факты, когда придет время, и я почти уверен, что факты будут достаточно убедительными, чтобы осудить Украину, но русские будут действовать по своему графику.